У меня тут были вопросы от подписчиков по поводу коробки и трекшн контроля. Трекшн контроль это вот эта кнопочка. То есть я вот когда допустим в гуру поднимаюсь, гололед, да, то есть ее нажимаешь один раз, кратковременно, вот такое свечивается. Это получается типа режим бездорожья, то есть она газ уже не отрубает, но антибокс все равно работает, то есть он колодки в любом случае зажимает. Вот и получается по поводу коробки, то есть вот я допустим включил дэшку, да, у меня горит один, первая передача, автомат. Если я допустим еду и мне надо что-то переключить там на повышенную либо пониженную, я просто делаю элементарно. То есть вот так повышенная, вот допустим третья. И а автомат горит тускло. Соответственно через 10 секунд он опять выйдет в автоматический режим. А если мануал, то получается кнопочку нажимаешь, все, уже горит МК. На МК уже он в автомате не переключится ни на повышенную, ни на пониженную. Поэтому я в основном езжу на автомате. Сейчас, кстати, будем пробовать трогаться, не знаю. Маленько под горочку, стоим. Голова вниз. Пробуем. Все, едем до Иркутска, нам 153 километра до центра города. Хочу култук днем пройти, показать вам, получится снять видосик. Какой-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... будем пробовать трекшн получается включаем вот эту кнопочку волшебно у нас приподнимаются подушки сейчас уже точно ставим мануал будем трогаться с 3 попробуем 4 потихоньку-потихоньку без пробуксовки ну вот короче не смогли в бурку подняться вырулить вырулили на прикладе не хочет идти будем пробовать второй раз трекшн получается включаем вот эту кнопочку волшебно у нас приподнимаются подушки ну сейчас уже точно ставим мануал будем пробовать наверное 3 попробуем 3,4 попробуем поле 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 Вот для чего нужна механика. По большому счёту.